Последний богатырь, герой Белогорья. Сегодня мы, ребята, поиграем с вами. Ну же, просыпайся, герой Белогорья, или ты до вечера разлеживаться собрался. У нас тут, между прочим, сказка долгая начинается. Да не пугайся ты так, в Белогорье попал ты. У нас там славно-преславно, вернее тут у нас. На небе знамения пришли, сулят они нашему царству испытания большие. Видать, ты-то нам и поможешь. Точно-точно, не зря же ты так к нам сюда свалился. Как говорится, кто, если не ты? А кто говорит? Говорят, вот. Солнце-то на спад идет, а толку все ноль от тебя. Поспешай во дворец скорее. Тебе еще учиться хозяйством управлять, Илью Муром сослушать. Оу, Свитозар наконец нашел героя, о котором сказывал все это время. Приветствую тебя в сказочном дворце. Свитозар толкует, что тебе царством управлять суждено. Что ж, быть посему, это будет славно. Но сперва мы все же посмотрим, на что у тебя руки-то заточены. Скорее украсим с тобой еще одни хоромы в нашем дворце. Чем краше наш дворец, тем выше его популярность среди сельчан. А это злато в наше казно. Открой магазин декораций. Купи украшения, небольшой столик. Поставь декорацию. Сохрани хорому. Вот и славно. Уровень сказочного дворца вырос. Каждый новый уровень дает нам новые хоромы, а также делает доступными новые украшения для хором. Чем краше наш дворец, тем выше его популярность среди сельчан. Ура! Новые хоромы. Установи свободные хоромы и обставь их по своему вкусу. На радость сельчанам установить. Ну, давайте поставим новые хоромы. Вот сюда. Прекрасное место для кухни. Давай скорее поставим ее здесь. Не терпится попробовать свежую выпечку. Откройте магазин ремесел. Деревенская кухня. Всегда свежие и сытные угощения для гостей и могучих богатырей. 50 монеток стоит. Расположи ремесло. Что ж, может быть лучше деревенской кухни. Свежие бублики и плюшки принесут радость гостям. А нам монетку. И пришел какой-то разгильдяй. Давай же назначим ремесленника на кухню и выберем блюдо, которое он будет готовить. Нажмите. Ну, давайте вот эти вот плюшечки, что ли, для производства. Чем скорее будет готова выпечка, тем лучше. Давай ускорим ремесленника за кристаллы. Ну, давай ускорим. И это, и вот это. Чудно, смотри, товар готов. Собери его, чтобы он направился на склад. Обязательно мы это сделаем. Чтобы заниматься ремеслом и радовать гостей, необходимы ресурсы. А значит, пора нам свет повидать до пшеницы собрать. Отправляйтесь на карту. Ну что ж, давайте посмотрим. Ого, смотри, как кажется, на мельнице завелся домовой. Хе-хе, какой-то шалабун. Надо обнасельчан выручать. Давай взглянем на него внимательнее. Нажмите, чтобы узнать подробности. Чтобы с ним сладить, нужны удальцы. В сельские избы домовой ходить повадился. Прогони его скорее. Требуется один кулак. Тренировать славных молодцев тебя научит мой друг Добрыня. Он знаток богатырского ремесла. Так, и что нам нужно здесь закрыть, получается? Перейти в лагерь. Отлично. А, новый герой Белогорья. Ну, здравствуй. Привет, привет, Добрыня. Ну-ка, с чем ты ко мне пожаловал? Хм, силушки богатырские надобно. Да не помешало бы, если честно. Ха, в этом деле уму-разуму научу тебя лучше всех. Внимательно слушай, как удальцов снаряжать. Открой окно богатырей. Сельский удалец. Снаряди богатыря. Закрываем. Я ему что ли плюшку дал? И это он снарядился? Вот и славно. Теперь ступай. Домовой хитроумный противник. Задай ему как следует. Отправляемся на карту. И будем сейчас домового лупить. Нажмите, чтобы узнать подробности. Я же нажимал уже. Ага, отправить богатырей. Ну что ж, давайте. Ага, и вот он его бьет, богатырь этот. Три секунды ровно длился бой. Ох, и задал ты ему. Скорее бери победный сундук. Ну что ж, давайте заберем награду нашу. И посмотрим, что тут выпадет нам. Мешочек золота. 44 золота и пшеницы. Две. А если силушка богатырская понадобится, возвращайся ко мне в лагерь. Да припомни, если будешь ремесла новое изучать, сможешь снаряжать новых богатырей. Ну, ступай теперь во дворец. Хорошо, пойдемте во дворец. Мне уже рассказали, как ты преуспел с домовым. Молодец, настоящий герой Белогорье. Во дворце без дела тоже не сидели. Смотри-ка, пекарня принесла нам немного злата. Собери-ка его. Негоже деньгами раскидываться. Я полностью с тобой согласен. Собрать златого. Продолжай развивать наше царство, герой Белогорье. И не забывай очищать земли от недругов. Все, ребята. Похоже, мое обучение на этом было закончено. Казна откроется. Чего? Не хватает ресурсов. Что мне для этого нужно? 56 секунд будет делаться наша булочка. Давайте-ка посмотрим, что у нас тут есть. Сельский удалец. Слез в печи, засучил рукава и айда из нечисти дух выбивать. Снаряжение. Один пирожок. То есть они работают у нас, ребята, за еду. Ого, сколько вас тут расплодилось-то, а, сосунков. Домовой, значит, у нас здесь появился. Для него нужен один боец. Потом еще домовой и какой-то, я не знаю, кто это такой там, с зубной щеткой за спиной. Это наше государство. Так, а что там за вопросительный знак? Ну-ка, давайте глянем. Куда ты побежал-то вообще? Я не могу понять. Я ничего не сделал, снимал. Он уже склад сырья. Четыре пирожка у нас с вами. Производство. Ох, елки-палки, тут плавильня, дубильня, оружейная, деревенская кухня. И смотрите, что надо. И камни, и сталь нужны, и листы. И, елки-палки. Да, не все так просто будет здесь, однако. Небольшой мешок. Так, ваза. А, это у нас магазин украшений для нашего замка. Разные колонны, доски, крупные кирпичи. Ага, вот оно что. Это обои якобы у нас. Ладно. Мне непонятно сейчас одно. О, у нас уже здесь два удальца. Палатка удальцов. Снарядить. Давайте еще снарядим. Ага, вот, значит, в чем дело. Сколько у нас пирожков, столько мы можем удальцов получить. А где у нас здесь вражины, которые стояли? Ага, вот они. Банник. Плохая была идея ставить баню на отшибе. Вот лихо и завелось. Ага, лихо, значит. Для него нужно два бойца. И пошли они его мутузить. Две минуты будут его колбасить. И мы сейчас на домового еще отправим. Как раз сюда одного. И на того, по-моему, тоже нужен один удалец. Да. Все так будет происходить приблизительно. Ну, ребят, немножечко мы подождем. Не будем никуда с вами убегать. Посмотрим, что мы из этих дурачин выбьем. Не так уж и долго ждать. 44 секунды. Оу. Оу. Ёлки-палки. Это у нас, я так понимаю, карта. Карта боев. В данный момент мы находимся на самой начальной. Вроде бы как деревушке у нас здесь рядом. Награда 100. Слушайте, у нас с деньжатами-то вроде бы проблем нет. 923 монеты, 6 кристаллов и второй уровень опыта. Так, все. Совсем немножечко осталось. Тут 15 секундочек. Да, вот с банником, конечно, немножко долго они будут воевать. Но да ничего страшного. Просто хочется посмотреть, что нам дадут. Жалко, здесь бои происходят именно вот в таком виде. Не так, как в кастл-кастл. Так, и мы получаем с вами сундук. Опять же, деревянный. Что нам даст? Так, золото 33, один кристаллик и пшеницы две штучки. Пшеница это хорошо, мы сможем с вами выпечку делать. А это бойцы. 45 золота. О, два металлолома. Это уже шикарно. И осталось подождать буквально 25 секундочек. Пока мы побьем этого банника. Лихо. А игра создана компанией Disney. А я вообще-то думал, что это как бы отечественная игра. Может быть, я чего-то путаю. Так, все, осталось 5 секундочек. Но я думаю, с него должен быть жирный дроп. Отлично. Опять же, деревянный сундук. Ага, 4 золота. Два кристалла. Пшеницы две. И металлолома тоже две. Замечательно. Все, больше мы здесь никого не видим на карте. Драться нам не с кем. Давайте вернемся к себе. Новый уровень я получил. Даже два уровня. Новые хоромы. Установи свободные. А, ну понятно. Ох ты, мой замок-то. Смотрите, сколько я уже могу поставить комнат. Новые хоромы. Да понятно, елки-палки. Что вы мне запеваете? Я думаю, что-то нормальное новое будет написано. Две комнаты. И все, больше ничего не могу сделать. То бишь, за каждый уровень я получаю по комнатке. Что это тут у нас такое? Ага, два пирожка. Ясненько. И тут еще мы можем с вами вот так вот сделаем. И два еще закрытых рецепта у нас на кухне. Елки-палки, тут еще кухня будет открываться. В данный момент у нас, оказывается, просто какая-то печурка работает. На которой они в данный момент что-то там пекут. Так, вот что вот это за ребята с вопросительными знаками на голове? Что они означают? Деревенская кухня. Оружейная мастерская. Плавиня. Вот и сиди и думай, что тут взять. Ладно, давайте возьмем оружейную с вами. Поставим и посмотрим, что она из себя представляет. Вот такая вот печка. Опять это тут бегает. Причем на знак вопроса я не могу даже нажать. Пирожки пекутся. Дела у нас ведутся, значит. Печка аж бедной ходуном ходит от того, как он тут кашеварит. Смотрите, еще какая-то принцесса здесь ходит у нас. До нее тоже руки дойдут скоро. Это я чувствую. Ну, а в этих комнатках я пока ничего не могу сделать. Это просто пустые, так скажем, на запас. Произведи хлеб. Угу, забрали награду. Что они там все возле кухни, мои трусы? Пирожки хотят на халяву схавать? Нет, не бывать этому. А это что такое у нас? Вестибюль? Блин, а как мне камеру-то отдалить? Что-то не получается, ребят. Ух ты, сундучки-то какие тут козырные. Расширить склад. За пять кристаллов можно. Плавильня. А ну-ка. Погоди-ка, а почему? Неподходящая комната, что ли? Ну-ка дайте-ка. Ага, вот так. Не, погоди. Да что ж такое-то? Не могу, ребята, я установить почему-то. Хм. Может быть, вот в другой комнате попробовать? Давайте-ка вот здесь рискнем. Ага, можно. Смотрите, можно здесь поставить. И у нас здесь будут делаться железные слитки, железные листы, как я посмотрю. Это я в данный момент какие-то железные кирпичи, что ли, делаю. А здесь я могу заказывать себе оружие. Да блин, непонятно, что для него нужно, для этого оружия. Какие ингредиенты? Ну, если я предполагаю, что к этим пирожкам нужны, извините меня, зерно, то там нужна сталь, скорее всего. Ну-ка, давайте-ка. А на сколько пирожков-то, блин? Четыре. Ну, давайте. Раз, два, три. Все, четыре удальца у нас должно появиться. И глянем мы, кто возле наших окраин там бродит. Опять этот банник, лихо. Ну, две минуты его будет колбасить. И тут у нас задание. Тренируй сельский удалец. И мы получим 100 золотых. Для того, чтобы тренировать, по ходу дела, нужны разные виды оружия, скорее всего. Не только же булочками их пичкать. Небольшой столик. Я могу его куда-нибудь поставить. Вот сюда. И что этот столик мне дает? Он просто декор, да? Соответственно, как там писали, нам будут давать больше золота. Ну и тратить мне тоже приходится немало. С такими успехами. Новый уровень, пятый. Дружину я получил. Декорации и новые хоромы. Да понял я, понял. Сейчас мы с вами быстренько их установим. Вот сюда. Ох ты, замок-то как возраст. Ну, а на этом, дорогие мои друзья, я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, пишите в комментариях. И мы продолжим играть в эту игру. А на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok